Сейчас Пермь имеет отличный шанс для развития. У нас огромный бюджет, наверное, самый большой за 30 лет. И при этом почему-то деньги не идут на благо жителей. Город практически не меняется и все больше достает от Терембурга. Вместо грамотных решений от нашей администрации только череда управленческих глупостей. Главный позор для нашего города – зарплаты бюджетников, врачей и учителей, воспитателей и нянечек, библиотекарей и так далее. Если зарплаты врачи не в компетенции городского бюджета, то зарплата остальных утверждается местным бюджетом. Пусть и на федеральной дотации на городской бюджет из собственных средств мог бы обеспечить надбавку. Ну как это делается в Москве. Все мы хотим, чтобы наших детей обучали профессиональные, грамотные учителя и воспитатели. Чтобы работа была востребована. А те, кто учит наших детей, не думал, на что будет кормить собственных. Пермяки должны знать, что в нашем городе лучшее образование. Что к нам едут грамотные специалисты. Потому что у нас есть доплатка. И это само по себе даст толчок в развитии города. И хотя бы немного остановит отток молодежи из региона. Председатель Пермской городской думы – 1 миллион 700 тысяч рублей. Три зама и глава, которая на счетной палате – по 1,6 миллионов рублей. Глава администрации – 1,3 миллиона рублей. И это все не зарплаты. Это деньги на их содержание. Плюс расходы на аренду элитного транспорта – примерно 50 миллионов на администрацию и думу. Проплаченные сюжеты в СМИ – тоже примерно 100 миллионов. А также праздники, банкеты и ужин. Трату бюджета на нужды администрации нужно пересматривать. Они живут как арабские шейхи за счет бюджета. Причем как бы младшие чиновники получают тоже копейки. Администрация справляется только с заменой старого полотна на новые. Новых развязок нет. Расширения дорог практически нет. ТР-53 откладывается. Даже участок на октябре не могут начать строить уже года полтора. Где происходит капитальный ремонт – все затягивается на долгие годы, как на героев Хасана. Что нужно сделать в первую очередь? Расширение Соликамского тракта. Строительство ТР-53. Начать разрабатывать проект и рассмотреть вместе с мотоверительскими заводами возможность строительства новой дороги вдоль Камы на территории предприятия. Это, конечно, далекое будущее, но нужно работать в этом направлении уже сейчас. Нужно вернуть электричку и подготовить проект наземного метро с удобными остановками и транспортной логистикой. Подъезд – нормальный подъезд к остановкам, как это сделано в Москве. Чтобы стройки не задерживались, необходимо готовить качественную документацию. Здесь я не открою Америку, но этой документации почему-то нет. Почему нет? Да потому что в администрации нет нормальных планов дорог и коммуникаций. И ремонт героев Хасана затягивается, потому что строители все время натыкаются на какую-нибудь незафиксированную трубу. А чтобы подрядчики не убегали со стройки, нужно проводить честные нормальные аукционы. Стройки больниц, париклиник, школ, детских садов постоянно задерживаются. Деньги, выделенные на это, осваиваются только наполовину и переходят на следующий год. Потом на следующий год, а потом опять на следующий год. И так уже года четыре подряд. Подрядчик убегает или банкротится. Всякий рад, город попадает в одну и ту же проблему. Открытие нескольких детских садов в год под телекамерой для пиара первых лиц – это все, что мы можем. Проверить, насколько здание готово к сдаче, приехал временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Денкин. Как профессиональный строитель, он должен лично убедиться в том, что все сделано качественно. Спустя рекордные 9 месяцев подрядчик готов ставить точку строительства. Пиар, конечно, у нас налажен, в отличие от строительства. Проблемы не устраняются. Садики переполнены. До трех лет вообще невозможно попасть. Школы тоже переполнены, иногда вдвое. Вторая проблема в том, что существующие садики и школы устарели. По официальной информации, администрация износа половины детских садов более 60%. По школам то же самое. Если не тратить деньги на их капитальный ремонт, мы получим падающие потолки. Что я буду делать? Поэтапная замена устаревших зданий школ и детских садов 50-60-х годов постройки. Капитальный ремонт остальных зданий. Застройщик вместе с ЖК строит садик или школу и город выкупает данный объект. Продолжая намеченные планы по строительству новых учреждений в районах с острой переполненностью существующих учреждений. Проведение тщательного расследования, почему выдавались разрешения на строительство домов без указаний о нехватке социальной инфраструктуры. Ну и конечно, надо провести полный аудит всех закупок по недостроенным объектам. И опубликовать все данные. Публично разобрать причины произошедших сбоев и строительстве объектов. И конечно, наказать виновных. В погоне за оптимизацией мы уничтожили рынок. Создали монополиста и добились, что маршруты стали неудобными. А бюджет терпит еще больше убытков. За 2020 год они составили 2 миллиарда рублей, хотя планировались 800 миллионов. То есть 2,5 раза. Что необходимо сделать? Провести работу над ошибками. Полный аудит системы пассажирских перевозок и публичный отчет. Провести полный учет пассажиров. Не зная цифр, администрация делает неверные расчеты, которые приводят к ошибкам и к увеличению цены на проезд. Бесплатные пересадки возвращаем для всех. Муниципалитет должен оставить себе только функции регулятора. И жестко устанавливать правила, маршруты, требования к автобусу, техническое наполнение автобусов, система автоматического учета пассажиропотока, система электронной оплаты билетов, расследование деятельности Людмила Гаджиевой, увольнение главы департамента транспорта Анатолия Путина. Проведение аудита всей транспортной реформы. Главное, нужно отказаться от цели сделать отрасль общественных перевозок безубыточной. Перевозка людей – это социальная функция муниципалитета. У нас огромный по протяженности город и единственный транспорт, который связывает между собой все районы – это автобусы. У нас нет метро. Общественный транспорт – это услуга, общественное благо, которое должно быть доступно для всех категорий граждан. Для малоимущих и пенсионеров, для многодетных и студентов. Поэтому во всех городах мира бюджет доплачивает перевозчик. Но зато люди могут доехать в любое время до своего дома, а не ждать час или полчаса на остановке в мороз или делать несколько пересадок. Кроме ремонта фасадов домов, на улице Ленина и Компросе не сделано ничего. Все решетниковские красивые презентации и фотографии, как и предполагалось, оказались пшиком. 800 миллионов, которые сейчас тратятся на ремонт только одного квартала эспланады – это просто распил. Уже год копают землю и на этом ничего не продвигается. Необходимо провести полный аудит этой стройки. Набережная делается уже 15 лет и представляет собой бездонную яму для денег. Мы уже вложили туда несколько миллиардов рублей. Все, хватит, необходимо остановиться. Затейный ремонт Компроса не делает его лучше. Опять же, непродуманный проект делает его беднее и только разрушает пермской облик. Спиленные деревья, черные столбы – это единственное, что поменялось. Юбилей Перми для пермяков и только потом для гостей. Так почему мы почти все деньги тратим на центр? Отдаленные районы остаются без стадионов, детских площадок, скверов и парков. А ведь мы большую часть времени проводим у себя, недалеко от дома. И только несколько раз в месяц ездим с детьми в центр. А некоторые еще реже. Как пример, 80 миллионов на архитектурную подсветку зданий в центре могли бы быть потрачены на создание целого стадиона в Мотоверихе. Что нужно сделать? Главная стратегия. В отдаленных районах, как в центре. Делаем наоборот. 80% бюджета на благоустройство тратим на отдаленные районы, 20% на центры. Формируем удобную и доступную городскую среду – современные детские площадки, скверы и парки. Начинаем благоустраивать малые реки. Формируем зеленое кольцо города, основанное на реках Данили, Хакама и Гаших. Вот жемчужина города, которая может привлечь сюда туристов. Они одинаковы, существующие везде центры города. Если администрация и Дума принимают постановления, то не следит за их выполнением. Ну или следит выбороч. Так быть не должно. Это необходимо исполнять. Простой пример. Принято постановление о рекламных конструкциях на фасадах домов, которое исполняется, конечно же, выборочно. Надо кошмарить предпринимателей. Их наказываем. Депутаты свои, поэтому их растяжки на домах, уродующий город, висят, как и прежде. При мне исключений не будет. Общественные слушания не должны быть формальности. Я буду сам ходить на пленарки и на комитеты и по каждому вопросу говорить. Люди проголосовали так-то и так, чтобы эти депутаты не смогли пройти мимо местных жителей. Потому что депутаты просто не ходят на слушания. И мнение людей по барабану. Я, конечно, не смогу заставить депутатов присутствовать на общественных слушаниях и учитывать мнения горожан. Но я, как глава администрации, деньги из статьи информирования о деятельности администрации буду тратить не на покупку, СМИ, цензуру и пиар. Это почти миллиард рублей. А на широкое информирование жителей об общественных слушаниях. Чтобы все значимые публичные слушания становились городскими событиями. И решались коллегиально, а не колуарно, как сейчас. Сейчас диалог с общественностью, экспертным сообществом утрачен. Это приводит к ошибочным решениям и глубокому застою во всех городских сферах. И это понятно. Назначаемый мэр не под отчетен обществу. Поэтому главное, что я буду добиваться от депутатов решения прямых выборов мэра. Я надеюсь, что вот этих депутатов больше не изберут. Им не удастся обмануть прямяков еще раз. А Новая Дума легко проголосует за прямые выборы мэра. И я с удовольствием сложу себя полномочиями. Наш город должен наверстывать упущенное время для развития. Для этого даже деньги в бюджете есть. Но нет современной администрации. Нормального мэра, который бы создал современную нормальную команду. Наладил обоюдовыгодные доверительные взаимоотношения с обществом и бизнесом. Четкие и понятные правила игры одинаковые для всех. Чтобы люди понимали, что их не обманут и они могут влиять на власть. И надо закончить с практикой запрета битинга в центре. Фальсификации выборов, как это делал Самойлов. Провести аудит всех процессов и неработающих программ, на которые уходят огромные деньги. И здоровая инициативная конкурентная среда в городе возникнет сама. Люди будут создавать сами удобный для себя город. А администрация будет в этом помогать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова